Актуальный разговор Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Очень вас ждали, чтобы в этой теме разобраться, потому что она непростая на самом деле. То, что появились, появляются, появились все, как данность, да, мы уже об этом говорим. Инвестиционные, индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, мы об этом в начале этого года прям громко услышали. До этого, наверное, последнего декаду, последний квартал прошлого года тоже бурно это обсуждало, что вот-вот начнется. В чем разница? Давайте объясним. Тем, кто уже с этим сталкивался, с инвестициями, какая разница между ИИС-1, 2, первый тип, второй и вот этот вот новый третий. Что там принципиально изменилось? В первую очередь касается тех, кто инвестирует на фондовом рынке в России, в частности проводит операции на московской бирже. Индивидуальный инвестиционный счет был запущен несколько лет назад и предусматривает налоговые льготы после размещения на этом счете своих денежных средств. То есть можно покупать облигации российских имитентов, можно покупать акции российских имитентов, можно покупать драгоценные металлы и освобождаться от уплаты НТФЛ, которого уже раньше заплатили, но государство возвращает до 52 тысяч рублей. Дело небыстрое, мы помним. В течение года, в принципе, механизм отлажен и люди, которые открывали такие счета, эти счета открываются бесплатно у любого брокера, у управляющего, доверительного управляющего, управляющей компании, которая имеет лицензию Центрального банка. В принципе, механизм отлажен и очень много людей воспользовалось этой налоговой льготой и до 52 тысяч им на карту возвращалось каждый год при условии, если вы размещаете средства на брокерском счете. Можно, кстати, и торговать, то есть покупать ценные бумаги после размещения, но законопроект предусматривал возможности простого размещения на брокерском счету средств без необходимости инвестирования. Это было особенно интересно и особенно популярно в то время, когда ключевая, помните, у нас долга держалась на минимуме 4,25? Возврат налогов в любом случае всегда выгодно. Если вы заплатили налог НДФЛ, заработные платы, либо с любого другого дохода, с любой вашей операцией государство вам ее возвращает, какая разница, какая ставка? Нет, а я к тому клоню, что когда ключевая была ниже нижнего, там, естественно, ставки по депозитам тоже были очень низкие, совершенно неинтересно было никому деньги нести просто так в банк на депозит запирать там их. Вот такие инструменты оказались как будто бы более симпатичными, более выгодными. Тогда, насколько я помню, интерес был прям огромный к инвестиционным счетам индивидуальным, а там еще и люди... А люди же еще не до конца понимали, что это такое. Они думали, что в любом случае гарантированно акции будут расти. Это разные вещи? Размещение средств и инвестирование на брокских счетах – это один процесс. Возврат, использование налоговой льготы – это другой процесс. Налоговая льгота, она работала сама по себе. Там просто необходимо предоставить в налоговый орган комплект документов, который подтверждал, что вы открыли счет и не выводили деньги. И все. И вам денежные средства перечислялись на реквизиты, которые вы указывали. Что касается инвестирования самого, то, извините, здесь нужна финансовая грамотность. И если вы пришли не в банк, а вы пришли, скажем так, на биржу, где обращаются акции крупнейших, например, российских эмитентов, которые мы прекрасно знаем, или облигации на вторичном рынке этих же самых эмитентов, то здесь надо понимать конъюнктуру момента. И выгодно, правильно, извините, если, как правило, выгодно размещать свой капитал. Здесь уже необходимая финансовая грамотность, знания, экономики, либо воспользоваться советом какого-либо друга, либо квалифицированного управляющего. Здесь немножко другое. Но в любом случае налоговую льготу вы получали, и эти 52 тысячи перечислялись. Это все работало, и, надеюсь, будет работать и дальше. Теперь с третьим типом, как это будет работать, потому что, насколько я знаю, там существенные изменения грядут. Например, вот, допустим, новость прошлой недели буквально свеженькая. Президент страны Владимир Путин поручил правительству быстренько в течение декабря до 1 марта 2024 года разработать механизм страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа по знакомой схеме, как это с АСВ было. На сумму 1 миллион 400 тысяч, инвестированная сумма на это количество должна быть застрахована. Это же все к тому ведется, что ИС хотят сделать максимально привлекательными. Что в этом плохого, если правительство предусматривает льготы и разрабатывает программы, направленные на стимулирование размещения долгосрочных средств. В любом случае, если мы говорим, вот возьмем некую стабильную экономическую систему и стабильную внешнюю среду. Так. С точки зрения инфляции, с точки зрения вашего и моего любого другого человека стабильного финансового состояния размещать деньги в долгосрочной перспективе всегда выгоднее, чем в краткосрочной. Всегда. Фондовые рынки в условиях стабильной внешней среды фондовые рынки придуманы таким образом, чтобы они всегда росли. Американская фондовая биржа, европейская, российская, азиатская и так далее, и так далее. Всегда росли. Поэтому в долгосрочной перспективе, там, 3, 5, 10 лет, посмотрите на индекс американской биржи, посмотрите на индекс московской биржи, посмотрите на японские индексы. Фондовые финансовые площадки как альтернатива банкам. И, кстати, акции банков, которые принимают депозиты, тоже есть на финансовых площадках. Банки по всему миру активно продают свои акции. В Америке вся конгломерация, скажем так, банковская, он представлен в виде акций. В России сейчас тоже такая же тенденция. Много-много банков уходит на биржу. В этом году IPO запланировано у многих других банков, кроме Сбербанка. Поэтому это достаточно такая вещь, имеющая свое развитие. Так вот, долгосрочно, чтобы ваши деньги не сгорели, или вы их не потратили на какую-то ненужную эмоциональную вещь, и были уверены в вашем будущем, что долгосрочная программа, она всегда лучше, нежели какие-то короткие, время от времени, спонтанные покупки, либо ситуации, когда вы не совсем знаете, сколько у вас будет денег через три или тире полгода. Вы же согласитесь со мной, что это нормально. С другой стороны, в условиях, скажем так, неопределенности, определенной, каких-то сложных процессов, которые нас окружают, либо недостаточной финансовой грамотности, наша собственная, есть фактор привычки. Привычка не читать книги по финансовой грамотности, привычка держать средства в чулке, привычка размещать средства примерно на 3-6 месяцев в банке, а не на год и более. Привычка не доверять тому, что вам говорят, в том числе официальным каким-то версиям. Это все привычка. Сейчас такие вещи говорите на длинный срок, говорите, депозиты меньше, чем на год, нехорошо. А сейчас же весь рынок, собственно, сейчас банки это же и предлагают, только короткие депозиты с высоким процентом. По мере роста ключевой, понятно, что... Разные программы есть. Есть банки, которые предлагают лестничные вклады, например, на 3-3, периодами так называемые. То есть в зависимости от периода ставка у них либо больше, либо меньше другого периода. Если ключевая ставка к центральным банкам будет понижаться, вы просто закроете раньше месяца без потери процентов и перевложите на какую-то более выгодную. Если ставка будет повышаться, то же самое. Поэтому здесь надо смотреть, разные банки предлагают разные предложения. Но на полгода сейчас ставка на 1%, как правило, выше, чем на год. Потому что ожидается, что вот это вот... Вот я про это. ...некая стабилизация произойдет и... А у нас впереди еще два заседания ЦБ по ключевой. Да ведь? Совершенно верно. Да. По-моему, в феврале первое. Да, выборов я имею в виду. Поэтому долгосрочные программы размещения средств выгоднее в условиях стабильно работающего, скажем так, финансового контура, внешней среды и правильно настроенных внутренних процессов. Давайте скажем, это же должны быть свободные деньги. Те, которые не востребуются в ближайшее время. Потому что там какие сроки? Три, пять, семь лет, да? С каким шагом? Если мы говорим про индивидуальный институционный счет, то с 1 января этого года достаточно серьезные ресурсы, направленные на то, чтобы сделать эти счета более привлекательными. Помимо, то есть все, что было раньше, просто объединили в один счет. Все налоговые льготы. И сделали такой единый счет, где все-все-все налоговые льготы, которые были раньше разбросаны по разным типам счетов, инвестиционных одних объединены в один. А можно прям перечислить, какие? Льготы, как правило, две. Это возврат 13% той суммы, которую вы воплатили в качестве налогов, например, заработные платы, до 52 тысяч. Это будет уточняться, но, скорее всего, будет так. До 50 тысяч вы также можете получить. Во-первых. Во-вторых, если вы будете инвестировать, перевертать акции, например, голубые фишки, акции, предположим, нефтяных компаний, акции, предположим, банков, либо любых других ценной бумаги, акции любых других имитентов, здесь запретов никаких нет, кроме запрета, по-моему, на приобретение акций зарубежных компаний, все-таки здесь нужно продвигать отечественный рынок, отечественных имитентов, то вы не будете платить 13% по этому счету, если получили доход от ценных бумаг. Это достаточно существенная сумма. Например, если вы заработали миллион, то 130 тысяч вы не будете платить 13%. При условии, если вы не будете в течение определенного времени выводить эти денежные средства и закрывать этот счет. Однозначно свободные деньги, никакие не кредитные, никакие не последние, которые могут понадобиться на что-то. Кредитные деньги, это очень плохо, это очень плохо, так делать не нужно. Поэтому, если, например, раньше можно было инвестировать только максимальную сумму в 1 миллион, сначала было 400 тысяч рублей, потом увеличили 1 миллион рублей в течение года, сейчас вообще сделали. Вы можете инвестировать любую сумму на этот счет без границ, то есть нет никакой верхней планки. Если раньше вы можете 10 миллионов, 5 миллионов, 1 миллион рублей. Процесс добавлять, пополнять. Можно. То есть это не одинразовый платеж, вы перечисляете ровно столько, когда захотите и столько, сколько захотите. Еще одна льгота. Если раньше, например, можно было иметь только один инвестиционный счет, сейчас сделали возможность открытия трех инвестиционных счетов. Я так предполагаю, что эти счета будут у разных брокеров. Но нужно уточнять, потому что сейчас прямо в процессе все происходит. Поэтому, на мой взгляд, это очень интересно. Я не припомню ни одну такую программу, как и какого-нибудь зарубежного правительства, которое вот таким вот способом привлекает свободные денежные средства не просто в банковские депозиты, где деньги лежат. Они, конечно, работают экономику, но мы не знаем, как они работают. Лично вы и я, когда размещаете депозиты, вы не знаете, каким образом банками распоряжается. В данном случае вы сами контролируете ситуацию, вы выбираете момент, это интересно. И с точки зрения возврата получения налоговой льгот, дополнительного к тому, что вы заработаете от роста курса, либо дивидендов. Не забывайте, что, например, в прошлом году и в этом году также ожидается тенденция, например, нефтяные компании заплатили своим акционерам щедрые дивиденды. Щедрые дивиденды. Изберегательный банк, Сбербанк, заплатил тем, кто приобретал акции, акционерам щедрые дивиденды. И кто еще отличился щедростью по этому прошлому году? Практически в том году практически многие компании хорошо отчитались и заплатили достаточно серьезные дивиденды. Это те, кто имел пакеты ценных бумаг, не продавал их. И помимо роста курсовой стоимости, а за прошлый год российский рынок, московская биржа, очень хорошо выросли. Просто великолепно. Некоторые компании стали стоить дороже, чем на февраль 2022 года, скажем так. Поэтому тенденции на бирже, если мы говорим про московскую биржу, тенденции были очень и очень благоприятные. Люди получили двойную выгоду, тройную даже получается выгоду. Если у него был открыт индивидуальный институционный счет, он получил льготу 52 тысячи рублей. Возврат он получил. «Щедрые дивиденды», которые компания перечислила на этот счет брокерский. И он получил доход в виде изменения курсовой стоимости, который гораздо выше, чем банковская ставка. Поэтому все просто замечательно. Говорит нам финансовый эксперт. А вот человек, который только начал играть, только недавно понял, что он хотел попробовать инвестировать, ему уже сложно в этом во всем разобраться. Что порекомендуете? Все-таки обращать самому самостоятельно? Сейчас очень много новостей и очень много информации. В телеграм-каналах очень много информации. В интернете много информации. Брокеры предоставляют широкий спектр аналитической и справочной информации. Книг очень много печатаются. Печатают книги, издают трейдеры, которые также начинали, прошли определенный этап и хотят поделиться своим опытом. Пожалуйста, это был лабиринт. Набирайте биржей, там целый, на русском языке, целый шлейф, скажем так, литературы, который выбирай на любой вкус. Если у человека нет экономического образования, вот ему хочется попробовать таким образом свои деньги умножить. По моей практике могу сказать, у того человека, у которого не было экономического образования, он зарабатывал лучше тех, у кого было экономическое образование. Как это объясните? Например, технарии и люди с техническим, и в том числе и с медицинским образованием, они думают и мыслят по-другому, видят картинку реальность по-другому. Перепроверяют, пытаются во всем разобраться, и достаточно так неплохо разбираются. Но так вот люди устроены. Так они относятся к себе, к реальности, к знаниям, к информации, так они обрабатывают. Вот меня прямо сейчас очень удивили. Я собиралась спросить, кому категорически не нужно даже пытаться в это лезть, потому что не умеешь, что называется, не знаешь, используя знакомые инструменты. Кому категорически не стоит? Вы говорите, даже медикам нужно и можно, критически мыслящим. Эмоционально нестабильным людям, которые не умеют долгосрочно планировать. Долгосрочное планирование – это ситуация, когда вы точно знаете, где вы будете проводить и как вы будете проводить ваш следующий день рождения. В следующем году. Если у вас на это есть план, есть мысли, если вы хотите рассуждать на эту тему, значит, у вас есть задатки человека, который может управлять ситуацией, контролировать ситуацию и что-то делать для этого. Если вы живете одним днем, если вы не знаете, что будет завтра, если вы не умеете копить деньги, если вы не следите за финансовыми тенденциями и настроены, скажем так, по казиношному куда-то зайти и быстренько заработать много денег, то это не я так говорю, а жизнь так говорит и статистика так говорит, что, скорее всего, в среднесрочной, долгосрочной перспективе, даже если вам пару-тройку раз повезет, вы все равно разоритесь. Это не ваш путь. Давайте подведем итоги голосования, которые мы традиционно до начала эфира запускаем. Вот вы говорите, что кому-то эта дорога категорически не подходит. Смотрите, на наш вопрос, вот подобный вопрос, как мы его сформулировали? А куда бы вы положили свои деньги, чтобы они росли? Спрашивали у наших телезрителей, потенциальных наших подписчиков. Смотрите, каждый пятый, 20% с хвостиком, говорили на депозит, это надежный, и сейчас там проценты хорошие отвечали. Неполных 7% говорят, в инвестиции там можно больше заработать, столько же говорят, в валюту она всегда растет, и абсолютное большинство, 66% неполных, отвечали под подушку. Как прокомментируем? Вот тем, кому не подходят инвестиции однозначно, а подходят они, судя по нашему вопросу, 7% только. Депозит, например, хороший вариант. Действительно спокойный, надежный. Денежки застрахованы, проценты, следи за процентами. Отличный вариант. Но опять-таки, если мы говорим про депозит, это а, свободные деньги, не кредитные, как вы говорите. Тоже свободные, да. Во-вторых, полгода, полгода, год – это достаточно серьезный срок, в течение которого вы будете все равно так же жить, что-то делать, и за этот период времени ваше финансовое состояние должно ухудшиться, значит, вы контролируете ситуацию. Как минимум вы работаете, и как минимум вы научились тратить деньги. А может быть, через полгода, когда подойдет депозит, у вас еще будет денег на второй депозит. Это замечательно. Во-вторых, депозиты, третий депозит, бывает не всегда хорошая ставка. Поэтому сегодня хорошая ставка, через полгода, год, ставка опустится, будет о меньше десяти. Все равно придется что-то думать, что-то делать. Поэтому можно изучать, читать, смотреть, консультироваться с кем-то, объединяться для исследования этой темы в любой момент времени. Вот, если мы говорим про... Валюта. Минутка до конца эфира остается, про валюту. Вот сейчас, как курс приятный? До марта, говорят, будет еще приятный курс. Крайне специфическая инвестиция, которая... Ну а как? Доллару обещают 110-105 рублей во второй половине года, к концу года. Разве нет? Может, сейчас за... Когда доллар был 120... В 1922 году, есть люди, которые думают, что он будет 200, потом он стал 55-54. Правда. Поэтому в данном случае, с учетом того, что правительство серьезно взялось за отслеживанием, скажем так, таргетированием курса, в кавычках таргетированием, курса рубля, все-таки вот этот 80-90, наверное, тот курс, который всех устраивает, он равноясный. Надеясь, что он продержится и дальше. Это не совсем правильно зарабатывать на... Постоянно зарабатывать на обесценение собственной валюты. Для экономики это не проходит бесследно. Если мы выигрываем на обесценение рубля, мы проиграем на инфляцию. Поэтому... Да, кстати, между прочим. Да. Очевидная прокурсия обратная. В данном случае валюта... Мало того, что она не патриотичная сейчас, во-вторых, это... Может получиться так, что она уйдет в боковик и в течение полгода вообще абсолютно никуда не двинется. А за это время банковский депозит вам принесет 16, а некоторые банки сейчас дают 17 годовых. За полгода. Поэтому тут тоже, понимаете. Спасибо большое. Спасибо, Руслан, что нашли время к нам сегодня прийти, добраться вовремя, что полезными советами наших зрителей наделили. Те, которые сейчас как раз думают о накоплениях. Возможно, к пенсии готовятся. Отлично. Спасибо огромное. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня обсуждали, куда же вложить деньги, чтобы они росли. «Актуальный разговор» Субтитры создавал DimaTorzok